Ну чё, привет, пацан Тре, с вами Бетард671, поэт, философ и музыкант. И сейчас я вам покажу, как я играю за Веномансера. В принципе, можно сказать, я тащу иногда даже здесь, да. И в этой катке у меня было больше всего, практически больше всего в конце убийств. То есть у меня было 14 убийств, другого чувака 15 в конце уже было. Хотя всю игру у меня было больше их. Ну это за счёт того, что, во-первых, варды ядовитые, да, и за счёт того, что четвёртый скилл очень сильно помогает. То есть ты заражаешь всех в области, и потом чуваки, даже если тебя убили, чуваки, то есть враги твои, они могут сами подохнуть. Ну то есть наткнуться, например, на твоих дополнительных вардов, которых ты натыкал, на имею в виду червей, да. Черви они атакуют, тоже замедляют, и плюс вот этот яд, он как бы совмещается. Яд от червей, яд от того, что я их заразил с помощью четвёртого скилла. И, собственно, ну ещё мог их, в принципе, атаковать, да. И поэтому получается так, что на них очень много действует ядовитого урона. Вот. Также дополнительно я покупаю в самом начале яблочко ядовитое. Да, почему? Потому что оно очень-очень крутое в плане того, что увеличивает урон от яда. Я сначала думал, что я единственный, кто так делает, но потом посмотрел некоторые гайды, и оказывается, нет, оказывается, многие так делают. Ну, тупо покупаю яблочко одно, да, и получается два ядовитых урона. Один урон идёт от основного скилла, да, второй урон идёт уже от этого яблочка. То есть там сбоку видно, что троечка светится на противниках, да, если, например, если, например, ты их атакуешь, например, 12 от твоего основного скилла, да, и плюс троечка от яблочка, вот. Собственно, я покупаю её каждый раз по-разному вещи, потому что мне, ну, честно говоря, неинтересно играть всегда одинаково. Мне хочется что-то новое попробовать, что-то поэкспериментировать. Например, я один раз собрал три кристаллиса, было очень интересно с ними бегать, то есть достаточно... И они, в принципе, как я понял, они вместе увеличивают вероятность того, что появляется критический удар. Кстати, здесь я неправильно много сделал, я зафигачил баннер, да, баннер на видео снизу, и там не видно, что я купил. Но, в принципе, там в конце будет понятно, да, то есть уже когда будет конец игры, там уже будет видно, что я купил. То есть у меня, получается, будет в конце, ну, грубо говоря, ботинок, потом, как это называется, цветочек, цветочек, который запрещает магичить, забыл, как он называется. Маска, маска плюс шлем, забыл, как называется, morbid mask или нет, или по-другому, как это называется. Ну, в общем, вот эта штуковина и плюс такая палка, которая глушит, хотя, в принципе, она меньше глушит, у нее 88 урон, и она меньше глушит, конечно, для вот такого вида персонажа, да, то есть, как я понял... То есть, если я не ошибаюсь, да, потому что там написано для ближнего урона, ну, если ты, например, типа антимага, там вроде как больше процент, да, а если ты вот как бы стреляешь, как у меня, например, веник, да, то там меньше. Но, тем не менее, там урон увеличивается значительно на плюс 88. Вот. Стата у меня вначале, она, в принципе, достаточно крутая, то есть, время от времени, я имею в виду, крутая относительно других игроков, потому что игроки иногда бывают очень днищенские, и они думают, что веник, он должен быть, знаете, как, например, ну, тащер, да, то есть, ты первый прыгаешь на тебя, все атакуют, и, ну, некоторые школьники, например, мне упрекали за то, что, типа, ой, что так быстро сливаешься, типа, да, но даже, посмотрите, если по гайдам, то там говорят, что веник, он инициатор, он прыгает, прыгает в толпу, выпрыскивает яд, и потом убегает. В принципе, я так много раз делал, и очень нравится, когда чувак бежит за тобой, он уже подыхает от того, что, ну, то есть, у тебя мало жизни, да, и у него мало жизни. Он бежит за тобой, уже подыхает от того, что ты его заразил, да, и потом ты просто поворачиваешься, фигаешь его одним выстрелом, и он дохнет. Вот, ну, в общем, стата в конце, можете посмотреть этой игры, то есть, там где-то было 14 убийств, 10, или 13 убийств, либо 13, либо 14 убийств, 10 смертей, и, кажется, 22 помощи. Помощь, она вообще легко идет, потому что твои варды, которые ядовитые, да, они фигачат по всем, то есть, я их натыкал очень много, да, они фигачат абсолютно по всем, и для многих людей, для многих противников это реально проблема от них, потому что они тормозят. Если убегать, то, например, когда ты ставишь этот вард, вот видите, только что сдох антимаг, почему он сдох? Потому что он был инфицирован, вот. А некоторые люди, которые не особо-то, ну, видят, что веник очень легко дохнет, да, они думают, что он не опасный, начинают подбегать в упор. Это херак, четвертый скилл, потом тыкаешь варды, и, короче, убегаешь, да, и они, короче, дохнут, вот. Блин, очень печально, короче, если буду в следующий раз играть, да, то я подниму баннер повыше, где-то вот в середину справа, потому что снизу, к сожалению, я уже убрать не могу, потому что у меня программа автоматически записывает, получается, видео, да, и она крепит этот баннер вниз. Я просто выбыл вниз, потому что мне особо мешалось, но я так понял, то есть я забыл про то, что надо было поменять, вот, и поэтому так закрывает все. Ну, в конце будет видно, что я покупал, короче, да, я копил сначала на ботинок, потом, кажется, на маску, потом после маски купил. А, вот еще забыл, меч, как он называется, вот такой голубой, такой голубой меч, он усиливает, усиливает возможности твои там, то есть уменьшает время перезарядки, кажется, первого скилла, что ли, или второго, я не помню. И, короче, урон увеличивает, забыл, как этот меч называется, но, в общем, еще этот меч у меня был там. То есть голубой меч, палка такая, типа, типа, похоже на посох, да, который там 88 урон, цветочек и ботинок, и еще что-то на что-то копил там. Короче, так и не докопил. В общем, мы слились в итоге, да, вот видите, да, так что замочил, мой вард замочил, кстати, того чувачка, то есть этот, как его, чувак, который глушит, который бьет своим каким-то, какой-то бочкой, да, по земле, его, короче, загасил мой вард, то есть последним ударил. То есть это очень хорошая вещь, например, когда ты бежишь за кем-то даже, да, ты можешь просто поставить перед ним вард, и этот вард будет стрелять в него. То есть и замедлять одновременно, и наносить урон ядовитый, потому что их ядовитый урон, он зависит, получается, от твоего прокачанного навыка второго, да, который, ну, вы видите на экране. Здесь игра ускорена, потому что всего где-то 46 минут, наверное, или 56 минут идет, где-то получается в 3 раза или в 2,5 раза увеличена скорость. Вот видите, только что вы видели, несколько чуваков сдохли, и если посмотреть по стате, да, то там они сдохли благодаря мне, потому что я просто ворвался к ним, фиганул яд, сам сдох, и потом они потихонечку начинают умирать, то есть некоторые начинают там убегать от тебя, убегают, 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 видите, опять я стоял, только что у меня деньги появились, ну, в смысле, ну, звук там только что такой был, типа, ну, деньги мне перечислились, потому что кто-то сдох, то есть кто-то бежал, ну, в общем, вы пересмотрите в медленном, или, короче, короче, вот тут опять тоже, видите, битарши 7.1 убил, вот моя стата, то есть можете опять же замедлить, посмотреть, что у меня больше всего убийств и помощи, но в конце будет помощи больше всех, а убийств на втором месте, потому что там уже в конце же скач начался, нас уже начали сливать, прям по полной сливать, так как не сливали никогда, хотя нет, бывало такое. Вот, собственно, многие игры за веника у меня идут достаточно хорошо, у меня даже ММР поднялся до 610, но потом он начал опускаться, да, но опускаться начал, потому что мы сливались, и плюс, потому что там школьники иногда начинают тебя выебываться, да, ой, извините, выпендриваться, да, насчет того, что, насчет того, что там ты покупаешь не то, такое не надо покупать, у самих там, я не знаю, 50 смертей, там, не 50 смертей, но, например, помню один чувак, у него было там 10 смертей, одно убийство, он гнал на меня бочку, при том, что у меня было, ну, наверное, 5 смертей, наверное, да, и было где-то 4 убийства, но было много помощи, то есть там реально-то хрена помощи было за счет этих вардов, которые, во-первых, замедляют, да, и плюс еще наносят ядовитый урон, вот. Иногда гонят на тебя, да, и приходится потом сливаться, то есть, ну, либо покидать игру, или еще что-нибудь такое, но, нет, в принципе, я ни разу не покидал игру, я просто начинал просто сливаться специально, потому что там, ну, бывают такие днища, просто охренеть. Вот, видите, только что мы затащили, мой ядовитый урон как раз-таки очень-очень сильно помог. Иногда вот кажется, что ты уже чуть-чуть, то есть еще чуть-чуть, и уже вы, например, начнете тащить, да, но не всегда, вот, такое бывает, то есть иногда противники собираются, да, и начинают уже гасить, наоборот, вас. Вот сейчас, например, казалось, вот мы сейчас могли бы затащить, там, да, снести башенку, и плюс, как бы, ну, короче, пропушить середину мид, но не получилось нифига. Они опять на нас напали, я подбежал, попытался выброснуть яд, я не помню, выбросил, да, выбросил, кажется. Я не вижу просто, знаете, у меня не видно здесь на экране, кто там убил, но, в общем-то, в итоге бывает такое, что, ну, как я уже говорил, да, от яда потом эти додыхают, ну, подыхают, короче, чувачки, да, которые, которых я успел заразить, вот, четвертым скиллом, то есть это реально, реально крутой персонаж, чуваки, попробуйте за него сыграть. То есть, кажется, вроде бы, его можно убить с одного удара, да, с одного тычка, потому что у него там мало очень силы в начале, и, в принципе, жизни тоже мало очень. И кажется, что его можно просто так взять и убить, но на самом деле он такой достаточно вредный, я бы сказал, персонаж, да, то есть он заражает одного за другим. Позапрошлой катки, там, я помню, люди вообще там орали на меня, школьники, ну, это уже из команды противников писали мне, типа, типа, задолбал твой яд, слабо без яда, типа, еще что-то такое. Ну, в общем, начинались такие, знаете, детские понты, типа, слабо без яда, там, давай один на один, еще что-то там, что-то убегаешь, там, там, заразил, убежал, ну, в общем, такая херня, короче. Вот, ну, я уже не говорю про других школьников, которые говорят, там, типа, что вы толпой ходите 4 на 1, там, или 3 на 1, там, слабо 1 на 1, да. А вот, кстати, моя стата, можете глянуть, смотрите, ну, она, в принципе, такая позорная, то есть, да, для задротов, для конченых, которые там играют, я не знаю, я не знаю, 2-4 часа в сутки, да, потому что есть такие люди, которые играют очень-очень много, и там, чем-то этим пытаются, ну, выпендриваться, да, короче. Хотя это просто игра какая-то, блин, я не понимаю, какой смысл того, что там круто играешь, не круто. Нет, одно дело просто показать кому-то, как ты играешь, да, там, какие-то гайды пилить, если ты круто играешь, но, блин, большинство, которые выпендриваются, они сами играть не умеют, это я уже сразу заметил, поэтому у меня тут звук автоматически, замучен, да, то есть, ну, выключен у всех, то есть, я никого не слышу, единственное, там можно увидеть чатик, чатик я не знаю, как отключить, потому что в чатике, короче, все видно, то есть, весит, выпендрешь там, да, других школьников, короче, да. Вот, и что я хотел сказать, что я хотел сказать, ну, в общем-то, эта катка у нас была такой проигрышной, да, мы слились, в общем-то, но, в принципе, я думаю, что я себя неплохо показал, ну, потому что я тут реально очень круто убивает. В общем-то, за кого еще я дополнительно тут-то играл, тут еще играл дополнительно. В принципе, я за всех играл, да, но сейчас в последнее время, там, буквально за 3-4, да, это получается Dragon Knight, он мне нравится тем, что он, получается, танк, да, то есть, тебя бьют, ты исцеляешься, и плюс у тебя еще, если маску купил, то вообще офигенно все получается. У него вдохновение еще жизни, потому что, как я понял, если я не ошибаюсь, кажется, у него скилл как раз-таки весь основан на силе, вот. Ну, я играл им последний раз где-то неделю назад, вообще, в последнее время играю именно веником вот этим, ставлю вардов вот этих, да, они офигенные, реально такие вот червяки, червяки, и, короче, они как башенки, и, то есть, короче, ну, вы поняли, короче, да, червяки, это реально круто, но, тем не менее, если команда, она считает, что, типа, ты должен сразу за всех тащить, например, да, на всех прыгать, с ними сражаться и как-то выдерживать удары, то все, вы сольетесь, потому что, я заметил, мы побеждаем тогда, когда Тима, например, моя, например, принимает на себя удар, и ты в это время подбегаешь, начинаешь их заражать, вот. Вот, тогда вот Тима, ну, то есть, имеет больше всего, как его, убийств, да, потому что они, во-первых, бьют, и плюс еще я их заражаю, да, и вообще офигенно получается. Некоторые школьники, например, да, тупые особенно, да, они думают, что, ну, иногда бывает такое, думают, что они сами, бывает, просто тащат, то есть, например, чувак напал на какого-то чувака другого, ты кинул яд, да, вот четвертый скилл использовал, и плюс еще первый скилл, и плюс еще вардов наставил, да, которые все, в принципе, фигачат прям массово на одного чувака, да, и школьники думают, что это они замочили, то есть, они могут последними ударить, у них, может быть, у них может это добавиться им в стату, что они, получается, убили, да, и они начинают выпендриваться, типа думать, что они такие, они такие вот, ну, крутые, да, и потом одни идут, они же потому что уже, ну, потому что они уже ошибаются, да, они уже думают, что им море по колено, начинают идти одни, и в итоге получается, что их выносят, и они не понимают, как я понял, что с ними не так, потому что, ну, они думают, что это у них такой урон, при том, что если на них нажимаешь, то у них видно, что там где-то 60 плюс 30, ну, бывали такие катки просто реально тупые, просто охренеть, ну, до какой степени, то есть, у школьника 60 плюс 20 урон, например, да, он, короче, пытается кого-то атаковать один, его выносят, и он потом не может отдуплить, почему же его вынесли, почему тогда он так всех выносил направо и налево, да, а сейчас не получается, потому что, мать твою, ты сражался против зараженного, блин, который, который, короче, сам бы мог подохнуть, ну, если даже его не трогать, да, у него там уже жизнь автоматически, автоматически уже отнимается, ну, в общем-то, если вы хотите, можете замедлить эту игру, посмотреть, как я играл, в общем-то, да, но мне кажется, нормально, то есть, относительно того, когда я играл в, ну, когда я стримил, да, потому что там было сложно, ты одновременно играешь, да, и еще плюс комментируешь, читаешь то, что там тебе пишут, и потом школьники, ну, естественно, школьники, они же недалекие люди, они обычно думают, что... Не все, не все, это не говорю про всех абсолютно, да, потому что бывают школьники достаточно сообразительные, вот, а бывают реально вот такие, ну, как будто бы вчера коров, я не знаю, пасли, да, сегодня как-то им интернет установил, они такие умные стали вдруг, да, вот, собственно, собственно, как-то так, вот, видите, какой мой веник такой няшный, вообще офигеть, вот, потом что-то такое случилось в конце, видите, финальная катка, когда вот чувак, этот клоквер, кажется, да, он был в этом квадрате, он, короче, начал меня отталкивать какой-то штуковиной, потому что он понял, что когда я близко подхожу, это опасно, вот, вот, ну, то есть я-то в это, как бы, попадает на них, да, и они начинают уже сами по себе дохнуть, ну, короче, мы слились в итоге, вот, вот, смотрите, тут моя стата, можете на паузу нажать и посмотреть, что и как там, вот, ладно, все, пока.